В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте. Вот главные темы выпуска. Подведены итоги недели доброты и щедрости. И знаете, как это греет душу, что вот рядом столько неравнодушных людей. В Видном открыла свои двери мастерская Деда Мороза. Очень приятно, что есть возможность так прийти с детками и позаниматься. Более 200 ребят побывали на новогодней елке для детей мобилизованных. Задача создать новогоднее настроение, чтобы дети были полноценно вовлечены в повестку, в праздник, в эмоции. В Ленинском округе подвели предварительные итоги традиционной недели доброты и щедрости. Она направлена на оказание помощи людям с ограниченными возможностями здоровья, а также семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, многодетным. В администрации муниципалитета прошло вручение благодарственных писем общественникам, представителям трудовых коллективов и просто жителям города, которые внесли свой вклад в сбор помощи. Вы все понимаете, что времена сейчас непростые. Хотя, наверное, абсолютно удобными и простыми они никогда и не бывают. Сейчас как никогда всем нужно сплотиться. И как никогда любой крупицей тепла своего сердца нужно непременно делиться. Спасибо вам за все. Обязательно вам всем здоровья. Успехов во всех ваших делах. Всех благ вам. Спасибо. Вряд ли этот зал смог бы вместить все, кто принял участие в неделе доброты и щедрости. Коммерческие и общественные организации, учебные заведения, муниципальные службы и депутатский корпус. Сотни жителей округа сделали чью-то жизнь немного лучше. Только шло предложение помощи, сами звонят и предлагают. Наталья Алексеевна, а вот мы такой-то детский сад, а вот мы такая-то школа, а мы хотим поучаствовать. И знаете, как это греет душу, что вот рядом столько неравнодушных людей. Поэтому я благодарна каждому из вас. Вручение благодарственных писем прошло в рамках заседания Координационного совета общественных объединений Ленинского округа. Скромную награду из рук председателя совета Феликса Жамалеева получили также телеканал «Видное ТВ» и газета «Видновские вести». Письма вручили нашему коллеге Максиму Козлову. Все больше школьников присоединяются к акции по изготовлению новогодних открыток для участников специальной военной операции. Это мероприятие инициировано партией «Единая Россия». И в этот раз за дело взялись ученики Лопатинской школы. Что из этого получилось, расскажет Юлия Поготьян. Этот классный час для ребят из Лопатинской школы особенный. Сегодня они с трепетом мастерят новогодние открытки для солдат специальной военной операции. Участие в акции организованной партии «Единая Россия» дети принимают не первый раз. До этого ученики школы уже собирали для военных помощь, а в преддверии главного зимнего праздника решили порадовать бойцов милыми подарками ручной работы. Они очень нежно, трепетно относятся к сбору гуманитарной помощи. В этот раз мы решили написать новогодние поздравления открытки солдатам, также собрали гуманитарную помощь, ребята принесли конфеты, вещи личного характера, медикаменты, написали трогательные открытки, пожелания. Мы будем стараться еще как можно чаще принимать участие в таком мероприятии. Помогали ребятам сторонники партии «Единая Россия». Депутат Алена Кокоева отметила, что к задаче школьники подошли с большой ответственностью и проявили фантазию. Такие подарки обязательно должны согреть сердца солдат. Дорогие наши солдаты, мы от всей души, от всего сердца поздравляем вас с Новым годом. Под бой турантов мы все, абсолютно все, загадаем, чтобы был мир во всем мире. И каждый человек, будь он солдат, будь он обычным человеком, встретил Новый год в кругу близких. Также дети записали для военнослужащих видеообращение, в котором пожелали бойцам счастливого Нового года. Помни Родину свою, помни сын ты и солдат, на тебя всегда глядят наши зоркие глаза, наши добрые сердца. На все тебе ответы, дороги нашей Родины на свете нет. Вся собранная помощь отправится адресатам уже на этой неделе. Ее получат солдаты 42-й мотострелковой дивизии, шефство над которой взял Ленинский городской округ. Юлия Погосян, Ольга Садовская, ВиднетВ. В преддверии Нового года в Видном вновь открыла свои двери мастерская Деда Мороза. Ребята создавали праздничные украшения в общественной приемной партии «Единая Россия». Подробности в нашем следующем материале. В мастерской Деда Мороза снова кипит работа. Ребята создают своими руками новогодние игрушки, открытки и снежинки. Им помогают мамы, а также педагоги дополнительного образования видновских школ. Скажи, пожалуйста, что такое красивое сделано? Это что? Открытка. Каму? Могу. А как ты ее сделал? Расскажи. Из бумаги. Вырезал, клеил я. Это уже четвертое мероприятие в рамках акции «Мастерская Деда Мороза», организованной местным отделением партии «Единая Россия». Все приглашенные на мастер-класс ребята из семей участников специальной военной операции. Это уже не первая встреча, которую мы проводим с детками из Березона. Это были круглые столы, чаепития, с которыми мы разговаривали, узнавали о проблемах таких семей, возможно, поддержки, которые может оказать и партия, и власти, и депутаты, для того, чтобы была эта совместная работа, не то, чтобы они оставались в стороне. Очень приятно, что мероприятие было организовано. Я чувствую, что нас поддерживают. Очень приятно, что есть возможность так прийти с детками и позаниматься. Партийцы Анна Державина, Кирилл Главанов и Анна Богатова помогли ребятам, пообщались с родителями и в завершении вручили детям сладкие подарки. Каждый участник получил сертификат помощника Деда Мороза, открытку и памятный значок с медведем. Всего в мастер-классах приняли участие свыше 700 ребят из Ленинского городского округа. На новогодних каникулах запланировано провести еще несколько подобных мероприятий. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Елена Кошлева, Видное ТВ. В горках Ленинских прошла новогодняя елка для детей-участников специальной военной операции и ребят, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Приглашение на праздник получили 225 мальчишек и девчонок. Даже жайки на опушке. Ждут подарки и игрушки. В полюс они гуляют. Новый год они уже встречают. Ожидание чуда, радость и веселье. Более 200 детей из всего муниципалитета приехали на благотворительную елку в музей-заповедник Горки Ленинский. Гостями праздника стали ребята, чьи отцы находятся в зоне специальной военной операции, а также дети из малообеспеченных семей. У нас большое количество праздничных мероприятий, елок головы, куда попадают дети из многодетных семей. Но вот конкретно это мероприятие сегодня целый цикл подряд, три спектакля, где будут присутствовать дети мобилизованных наших бойцов вместе с родителями. Задача создать новогоднее настроение с тем, чтобы дети были полноценно вовлечены в повестку, в праздник, в эмоции. Ребята увидели музыкальное представление «Королевский бутерброд» по сюжету Алана Милна, а еще вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой приняли участие в новогодней сказке о том, как важно уметь помогать друг другу, любить и дружить. Анна Морозова сегодня на празднике с двумя детьми. Сыну Максиму 5 лет, а дочке Анастасии 10. И они уже загадали свое заветное желание. Я написала уже Деду Морозу письмо, и я очень хочу, чтобы папа вернулся к этому празднику, и чтобы у нас было все в семье хорошо. Встретить праздник всей семьей вместе с мужем – это и моя единственная просьба, признается мама Насти. Детки, которые приехали сейчас сюда, они забудут хоть на чуть-чуть то, что происходит с их мамами, с бабушками, с сестрами, с дядями, потому что в любом случае это реакция взрослых, и они эту реакцию видят. По окончании праздника все дети получили сладкие подарки и приглашения на другие праздничные мероприятия в Горках Ленинских. Уже со 2 января нас ожидает такой фестиваль мастер-классов, квестов, различных концертных программ, новогодних спектаклей. 5 и 8 января состоятся еще новогодние представления, 6 января состоится замечательный предрождественский концерт. Екатерина Коваленко, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. Впереди зимние каникулы и большие семейные застолья. Праздничное меню лучше продумать заранее. Определиться с выбором и купить все необходимые продукты к новогоднему столу нашей съемочной группе помогли в магазине «Перекресток». Впереди главная ночь в году. Сейчас основная задача – купить все необходимое к новогоднему ужину. Сделать правильный выбор нам помогут в магазине «Перекресток» в торговом центре «Курс». Какой Новый год без мандаринов? А как выбрать самые сладкие, узнаем у Александры. Как выбрать самые сладкие мандарины, я вам сейчас расскажу. Мандарины берем в руку, трогаем их и понимаем, что шкурка отходит от самого мандарина. Тем самым он зрелый, спелый и будет самый вкусный и самый сладкий. У нас в магазине представлено более 10 видов мандаринов. Новогоднее застолье хочется сделать особенным. Яркий акцент придаст ягодный микс. Малина, черешня, клубника, ежевика. Смородина, ананас, виноград. Вкусный и очень свежий. Вот уже несколько месяцев в торговом зале магазина «Перекресток» работает специальный консультант, который поможет покупателям разобраться с выбором овощей и фруктов. Также я могу помочь разобраться с ассортиментом, проходящими акциями, новинками, а также упаковать и взвесить. Зеленая линия. Виктория, расскажите, почему в вашем магазине так много продуктов этой марки? Зеленая линия – это наша собственная торговая марка, которая представлена только в нашей сети «Перекресток». Она представлена в нескольких категориях товаров. К Новому году и к новогоднему столу актуальный будет выбор товаров гастронома. А вот этот прилавок – настоящее спасение для тех, кто не любит готовить или просто хочет сэкономить свое время. Здесь представлены уже сервированные тарелки, мясной и сырной нарезки. Также на прилавках представлены готовые горячие и голодные блюда. Это салаты оливье, сельдь под шубой, луф, также готовые салаты к новогоднему столу. Наши повара, по вашему желанию, приготовят любые блюда. А теперь перейдем к главному новогоднему деликатесу – красной икре. Виктория, расскажите, правда ли, что чем дороже, тем лучше? Нет, хочу разрушить стереотип. На самом деле все сугубо индивидуально. Каждый покупатель выбирает свой вид икры. Кому-то нравится икра горбуши, кому-то нравится икра форели, кому-то нравится икра нерки. Также у нас в супермаркете есть собственное производство пекарни. Багеты, которые вы тоже можете привести как кросс-продажи для икры. Большим спросом в предновогоднюю суету пользуется рыбная гастрономия. В нашем супермаркете она представлена в нескольких видах. Это рыба охлажденная, рыба слабой соли, горячего копчения, холодного копчения. По вашему требованию сотрудники могут почистить и разделать для вас. А если вы соберетесь в гости, и чтобы не идти с пустыми руками, для вас у нас есть вот такие замечательные новогодние корзины. Вот такая богатая, разнообразная и необычная корзина получилась у нас к новогоднему столу. А чтобы не стоять в очереди, все это мы оплатили на кассе самообслуживания. Покупали продукты в магазине «Перекресток» Наталья Буслаева и Сергей Ларин. Специально для Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!